6 миллионов женщин и 4 миллиона мужчин. По данным научного центра акушерства и гинекологии РАН, около 15 процентов супружеских пар в России страдают бесплодием. И это критический уровень для демографии страны. Чем ответит медицина? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Мы сегодня говорим на тему «У вас будет ребенок». И в нашей студии Ирина Моисеева врач-акушер-гинеколог, репродуктолог, заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий Государственного центра репродуктивной медицины династии, кандидат медицинских наук. Добрый вечер. Вечер добрый. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы действительно все друзья нам, потому как, наверное, иначе невозможно обращаться к врачу с данной проблемой, с проблемой желания получить ребеночка. И если человек воспринимает врача не как друга, наверное, нужно поискать друга врача. Только так результат получится. Еще раз добрый вечер. И я надеюсь, что мы с вами всеми большие друзья. Вот первое такое начало в истории нашей программы. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Звоните, пожалуйста. Ирина Валерьевна с удовольствием ответит на все вопросы. Начнем мы с того, что цифры, которые я назвала, пусть они приблизительные, но они страшные. Бесплодие – это проблема века. Вы действительно абсолютно правы, Инесса, потому что это проблема века. Причем уже второго века. И, наверное, проблема существования человечества. К огромному сожалению, действительно, если 15% пар сталкивается с проблемой невозможности забеременеть естественным путем, то это уже очень критичная ситуация. Все, что свыше 15%, это социально-демографическая и даже территориальная проблема. Мало того, в Российской Федерации это где-то приблизительно 18%, что абсолютно приблизительно такой же процент в развитых европейских странах, в Америке. И эта проблема выводится в разряд проблемы сохранения территориальной безопасности страны. Поэтому действительно проблема. Если говорить о масштабах, но давайте не будем забывать о том, что этот масштаб складывается из маленьких-маленьких мини, казалось бы, проблем для каждой семьи, а эта мини-проблема для каждой семьи, она макси-проблема. И людей волнуют и их личные проблемы. Конечно же. Будет у них ребеночек или нет. И это вот об этом тоже всегда, наверное, нужно помнить. Ну, а вот на основании чего и в какой момент уже можно говорить о том, что, да, бесплодие? Ведь, может быть, там по каким-то причинам просто нужно подождать какое-то время. Конечно. Это вот тоже абсолютно верный вопрос. И все должны совершенно четко помнить смотрящие нас и слушающие нас. И передавать из уст в уста подружкам, друзьям, знакомым, родственникам. Если женщин... Тут мы говорим в основном о возрасте женщины, увы. Потому что он очень жестко ограничен природными рамками. Если возраст женщины до 35 лет, то на обследование, лечение, на возможность забеременеть самой дается год, не более года. Если женщине 35 и выше лет, то не более 6 месяцев, всего полгода. И если не получается забеременеть, то женщина должна быстро-быстро пойти к акушеру-гинекологу, к репродуктологу, в клинику, которая занимается этими проблемами, к врачу женской консультации, к врачу. То есть дать 2-3 года, если тебе меньше 35, не стоит. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Это здорово уменьшает возможность забеременеть женщине. Каждой. Ну, вот как-то исторически же сложилось еще, мне кажется, с вообще древних времен, что если пара не может иметь детей, значит, виновата женщина. Значит, женщина бесплодна. На сегодняшний день мы ведь уже знаем, что это не всегда так. Ну, действительно, исторически так сложилось, но история расставляет все точки над «и», да, и расставляет все по своим местам. К огромному сожалению, мы констатируем факт следующий, то, что на сегодняшний день, опять же, во всем мире и в Российской Федерации, и в Самарской области приблизительно 50 на 50. 50% женского бесплодия, 50% мужского бесплодия. А вообще, напомню, что бесплодия у женщины или у мужчины не бывает. Бывает бесплодие в паре, потому что только пара может зачать ребеночка. Я не буду сейчас пытаться спросить вас вообще о причинах, почему это стало проблемой века. Я думаю, что это разговор прям очень серьезный и долгий, да. Но есть мнение у некоторых специалистов, что у бесплодия психосоматическая природа. Вот всегда ли это так? Сегодня прям такие чудесные вопросы, правда, спасибо большое. Слушай, психосоматическая природа бесплодия есть однозначно. Конечно, далеко не в 100%. Но я вот чуть-чуть наших цифр. Я очень бережно и чутко отношусь к статистике вообще. И абсолютно достоверна к нашей статистике, потому что она действительно та статистика, которой можно 100% доверять. Она наша. Мы знаем эти результаты, мы можем показать любую историю, да. Так вот, что касается наших пациентов, мы отслеживаем с первого дня существования нашего отделения. А это был 2 октября 2008 года. То есть практически в этом году будет 13 лет существования нашего отделения. Так вот, все случаи мы отслеживаем, и мы смотрим, фиксируем беременность, произошедшую самостоятельно, после того, как женщина обратилась к нам за помощью. Либо она собирает, она с супругом, с половым партнером, собирает анализы, либо пара подала документы в Минздрав Самарской области на ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования, либо пара уже получила это направление в руки. Вот сколько пар беременеют сами, вы не представляете. Год от года, независимо от количества пар, в первом году мы пролечили 26 пар, а в 2020-м более 2000 пар. Так вот, процент остается тем же самым. Приблизительно от 20 до 25 процентов. Люди беременеют сами. То есть это в пользу психосоматики сейчас? Это психосоматика, конечно. Как только люди переложили свою проблему куда-то профессионалам или в какое-то учреждение, в инстанцию. У них, как мы говорим, мозги расслабляются, и все происходит само собой. Вот это удивительно. Вот четверть практически пациентов, они не являются пациентами по сути, да? Это только психосоматическая составляющая. Поэтому, дорогие, если у вас есть такие проблемы, не стесняйтесь, обратитесь к психологу, к хорошему, грамотному психологу. У нас в династии замечательный психолог, который прекрасно умеет вести такие пары. Иногда одного часа достаточно, работы с психологом достаточно для того, чтобы беременность наступила самостоятельно. Это правда. А я напомню тем, кто только что подключился к нам, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22. А говорим мы сегодня на тему «У вас будет ребенок». И у нас в студии Ирина Моисеева, врач-акушер-гинеколог, репродуктолог. Вы, да, Государственного центра репродуктивной медицины «Династия». Вы заведуете центром вспомогательных… Отделением. Отделением вспомогательных репродуктивных технологий, ВРТ. Вот что такое ВРТ, конечно, нам бы хотелось узнать. Вспомогательные репродуктивные технологии – это комплекс мероприятий, который помогает забеременеть людям, у которых самостоятельно не получается данная ситуация. В вспомогательные репродуктивные технологии включают в себя стимуляцию роста фолликулов, выход яйцеклеточки. Иногда нужно просто помочь это сделать. Экстракорпоральное оплодотворение тоже включается в вспомогательные репродуктивные технологии. И экстракорпоральное оплодотворение в различных модификациях, потому что тут, это тоже можно говорить до вечера, это безумно интересная вещь, и наука шагает семимильнейшими шагами в развитии вспомогательных репродуктивных технологий. А по сути, это само название отражает суть. То есть это помощь для репродукции, для воспроизведения, для продления своей династии. Ирина Валерьевна, а вот этот комплекс технологий, которыми располагаете вы, и комплекс, который вообще существует в мире. Это разные цифры? Вы знаете, очень нескромно говорить, но я с полной ответственностью заявляю, что практически все методики, вся аппаратура, все различные методы, препараты, любой расходный материал, лучший в мире на сегодняшний день, существующий во вспомогательных репродуктивных технологиях, существует у нас. Есть у нас в нашей династии. Это государственное бюджетное учреждение. А давайте мы тогда сходим на экскурсию в вашем учреждении вместе с нашими зрителями. Ой, нет, пока не можем, у нас есть звонок, давайте посмотрим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот есть такое мнение, что дети, которые рождаются в результате ЭКО, имеют такие существенные проблемы со здоровьем. Вот мне хотелось бы спросить, вы наблюдаете за детьми, которые рождаются после ЭКО, и как у них состояние здоровья, если какие-то патологии, если какие-то периодические изменения? Спасибо. Отличный вопрос. Я хотела его тоже вам задать. Спасибо. Вас опередили. Он действительно актуален. Мы... Вопрос совершенно действительно правильный. И в первую очередь этот вопрос мы ставим перед самими собой. Тем ли мы в этой жизни занимаемся? Это же не для красного словца, правда? Вот 13 лет, да, вы этим занимаетесь. Да, да. И тем ли? И действительно, достойно ли оно того? Да, у нас получается, что женщины от нас уходят беременные. Да, получается, что они вынашивают беременность, рожают. Но действительно ли детки? Как? Кого состояние детей? И мы отслеживаем... Ну, я не могу сказать, что 100% всех, потому как кто-то меняет телефон, кто-то переезжает в другой город или куда-то. Но в конце, в декабре, обычно каждого года у нас есть специальные люди, которые обзванивают всех родивших, стараются обзвонить всех родивших, независимо, родили в этом году или 12 лет назад, и узнают, каково состояние самих женщин, и каково состояние самих деток. То есть эта информация у нас есть. Это, во-первых. Во-вторых, мы несколько лет назад начали... отрицающие совершенно грандиозную работу. И огромное спасибо и администрации династии, которая пошла на этот шаг, и нашему педиатру, который в свободное от своей работы время осматривает наших деток, приглашает, бесплатно осматривает деток. Мы их разбиваем по возрастам, предположим, с 3 на 4 лет в этом году осматриваем, следующий год, и так далее, и так далее. И у нас достоверная информация по детям. Не интригуйте, все живы-здоровы. Слава Богу. Не могу сказать, что 100%, это будет абсолютно неправда, но действительно, и это бьется со всей мировой статистикой. Дети после ЭКО практически ничем не отличаются от деток, которые зачаты естественным путем. Мировая статистика говорит о чем? О том, что есть два вида врожденной патологии, при которой, при ЭКО, частота встречаемости их большая, чем в обычной жизни. Но в обычной жизни это 1 сотая процента, то есть редко очень встречается патология, а при ЭКО 2 сотых процента. Понимаете, да? Это, по сути, единичный случай. Да, совсем. Что касается хромосомной патологии, то есть, ну, на слуху у всех это синдром Дауна, синдром Эдвард, Сапатау, в нашем центре, ну, слава тебе, Господи, наверное, нас все-таки немножечко так ограждает от этого, у нас количество деток с, вернее, количество плодов, да, потому что в основном эти беременности выявляются в малые сроки и прерываются, согласовывая с парой, у нас всего за, вот, почти 13 лет 15 случаев. Это очень мало, это 0,37 процента. В популяции это бывает чаще. Смотрим сюжет. Хорошо. Глядя на семью Гуменниковых, сложно представить, что когда-то их коснулась проблема бесплодия. 13 лет супруги мечтали о ребенке. Сотни попыток и десятки врачей. Один ответ – не судьба. Наконец, в 2016 году Константин и Елена обрели долгожданное счастье по имени Лерочка. Помогли им в медицинском центре династии, причем бесплатно по ОМС. Мы сделали все по ОМС. На самом деле все, как оказалось, легко и просто. Я обратилась сначала к своему врачу, к лечащему. Мы собрали анализы и уже эти анализы вместе с заявлениями, с документацией отправили в Минздрав. В Минздраве нам позвонили, с Минздрава где-то через полгода, дали квоту. По этой квоте мы пришли уже сюда. У нас вот здесь получился первый результат. Ну а потом уж нас было не остановить, когда мы поняли, что такое бывает. И вот самое главное у нас седьмая попытка. Седьмая попытка и мы в ближайшее время, в ближайшие, ну я уж не буду точно там называть дату, мы надеемся, что у нас семья наша увеличится. И это опять клиника династии. И мы видели очень четко, что люди работают на результат. Мы, конечно, вот просто поражены вот этим эффектом синергетическим от того, что когда человек к тебе действительно, он берет тебя за руку и ведет по этому пути. Более 1300 супружеских пар по обязательному медицинскому страхованию ежегодно проходит лечение в нашем центре. И наш центр входит в топ-10 лучших клиник ВРТ в нашей стране. Могу продемонстрировать вам сертификат системы менеджмента качества ИСО 9001-2015, который подтверждает высокое качество нашей работы. На страже рождаемости стоит и самое современное медицинское оборудование экспертного уровня. Лаборатория медицинского центра сертифицирована по стандартам Европейской Федерации иммуногенетиков. Наша лаборатория оснащена современным оборудованием. У нас последним условом техники микроскопы, мультигазовые инкубаторы, установки ЭКСИ. А самое главное результат. Частота наступления беременности составляет 47%. За 15 лет в медицинском центре династия проведено свыше 12,5 тысяч циклов ЭКО и родилось почти 5 тысяч детей. Всегда уже кажется, что когда речь заходит об ЭКО, что там какие-то фантастические дети, а вот он хорошенький, настоящий ребеночек. А сколько циклов ЭКО проведено уже за время вашего, я хотела сказать, существования все-таки работы центра? Да и существования, потому что это наше существо, действительно. Более 12 тысяч циклов мы уже провели и вот как уже озвучилось, почти 5 тысяч детей наших рождено. И я хочу сказать вот об этой паре. Да, седьмая попытка, но они к нам пришли с четырьмя уже неудачными опытами в другой клинике и после второй попытки нашей у них родился первый ребеночек и следующая попытка вот мы ждем еще прибавления в их семье. Это очень приятно, здорово. А какова вот все-таки эффективность? Эффективность в нашем центре приблизительно всегда 47%. 47,1, 47,2, 46,9, 47. Это очень высокая результативность. Для сравнения есть такие клинические рекомендации, Министерства сохранения Российской Федерации. В клинических рекомендациях совершенно четко прописано, что частота наступления беременности после ЭКО около 30%. Вот я тоже где-то слышала такую цифру. Это действительно так. Да, 30, 32, 36, 38% хорошо считается. А здесь почти 50. А у нас 47, ну, 47, будем честны, да, 47% это, конечно, дорогого стоит, потому что получается, либо каждая третья женщина беременеет после первой попытки, либо каждая вторая. Все-таки разница есть колоссальная. И мы очень гордимся. Надо видеть ваше лицо, когда вы об этом говорите. Все здорово. 202, 11, 22. Мы сегодня говорим о репродуктивных технологиях. У нас в гостях Ирина Моисеева, врач-акушер, гинеколог, репродуктолог Государственного центра репродуктивной медицины династии. Ну, нетрудно представить, что перед тем, как приступить к лечению, пара, наверное, должна пройти обследование. И это, я думаю, что, ну, кого-то останавливает, предполагая вообще сколько всего и в разных местах, и сколько уйдет времени, денег, и нервов, может быть, да. Можно ли полностью пройти обследование у вас? Да, конечно, конечно. Во-первых, пара, мы всегда советуем, чтобы достаточно большой комплекс обследования входит в обязательное медицинское страхование. И мы паре всегда рекомендуем пойти в женскую консультацию по месту жительства и показать этот перечень. На самом деле, все врачи женской консультации их наизусть уже эти перечни знают. И отметить, что входит в ОМС, что не входит. Не входит в ОМС, там практически 2%, всего из всего обследования. Если у пары есть, и пройти по месту прикрепления страхового полиса. Неважно, за чей счет, я чуть-чуть отвлекусь, потому что это безумно важно. Безумно важная информация для тех, кто хочет этим, кто занимается этим. Когда пациенты видят огромный перечень, конечно, страх у них возникает, что это необъятнее объятного. На самом деле, уважаемые, это всего два визита в лабораторию. Первый визит связан с определенными днями существования цикла женщины, и второй визит, он абсолютно вольный. И все, это можно уместиться в две недели. Вот два визита в течение двух недель, и все обследование будет проведено. перечень за два дня. Да, да, да. Если пара хочет провести у нас полное обследование, то у нас, во-первых, есть комплекс, разработан комплекс с понижающим, здорово, понижающим коэффициентом по стоимости, и это тоже два визита в любом случае, и все. И ты целиком и полностью обследован. И мало того, еще хочу разочек подчеркнуть, что лечение метода МЭКО это очень дорогостоящий, очень высоко технологичный процесс. И за счет собственных средств не каждая семья может себе это позволить. В Самарской области огромнейшее количество циклов финансируется средствами обязательного медицинского страхования. Более двух с половиной тысяч циклов в год финансируется. Поэтому доступность шаговая. И если раньше у нас очередь в первые годы была два-три года, то сейчас давным-давно уже меньше полугода, два-три-четыре месяца период ожидания. И все. Поэтому абсолютно доступная вещь. Главное верить и идти вперед. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. У меня такой вопрос. А можно ли приехать к вам из другого региона? Спасибо за вопрос. Да, конечно. конечно можно. И кстати, вы можете также пролечиться за счет средств обязательного медицинского страхования, имея на руках направление от врача женской консультации из вашего региона. Это тоже абсолютно реально, потому что человек в праве выбрать место лечения, будучи гражданином Российской Федерации. На самом деле у нас из почти пяти тысяч детей бегают наши детки по всей России это абсолютно точно. Это и Камчатка, это и Сахалин, это и Хантамансийский округ, это и Мурманск, близлежащие и далеко лежащие страны, это и Казахстан, и Марокко, и Америка, и Италия, и Германия. Я могу перечислять. Это, наверное, неудивительно при той цифре 47%, которую вы назвали эффективностью. Еще очень приятно, чрезвычайно становится, когда никогда кто, приятно в любом случае, да, когда пациенты приезжают не из нашего региона на лечение, и мы всегда спрашиваем, откуда вы узнали информацию о нас. Часто, конечно, говорят, что вот нам кто-то посоветовал, но чрезвычайно приятно, когда люди говорят, из другой страны приезжают и говорят, вы знаете, мы просто посмотрели, почитали о вашей клинике и решили, что мы будем лечиться у вас, у вас хорошая ориентативность. Доверие, это, конечно, дорогого стоит. А существуют ли возрастные ограничения для желающих пройти лечение, причем как для женщин, так и для мужчин, и для мужчин, наверное, нет, не существует. Вы знаете, вопрос тоже очень актуальный, и буквально вчера ко мне прибежала пациентка, ну, теперь она уже пациентка, а вчера мы с ней встретились впервые, и сказала, что я услышала от соседки, что, оказывается, есть возрастные ограничения, и мне лечиться бесполезно, меня никто не возьмет. Так вот, на сегодняшний день, уважаемые друзья, никаких возрастных ограничений для лечения нашими методами нет. Как, Ирина Валерьевна? Не для женщины, да. Ну, вы хотите сказать, что в любом возрасте? В любом возрасте. Это вообще какие-то чудеса. Это так. Тогда, может быть, ну, может, мы так просто этого не оставим. Хорошо. Может быть, тогда, какой самый большой возраст счастливой мамочки, которая родила у вас? В нашей клинике это 53 года, в Самарской области это 62 года. Вообще впечатляет, конечно, правда. Да, да. Просто, ну, не нужно, знаете, это мы сейчас с вами говорим о действительности, да, о возможности, но, пожалуйста, уважаемые дамы, любимые дамы, не затягивайте, пожалуйста, этот процесс. Не надо бить рекорды старшинства материнства, да, надо стараться как можно быстрее стать мамой, а потом все, карьера, успех и все остальное приложится, само собой, это абсолютно точно. А вот сейчас мы, когда видели в сюжете ваших героев, они, мы говорили о том, что седьмая попытка. Да. А сколько вообще всего попыток можно сделать? Тоже актуальный вопрос. Нет ограничения по количеству попыток. Потому как не только в России, естественно, все страны озадачены здоровьем женщин, не только здоровьем деток, но и здоровьем женщин после ЭКО. И нигде не отмечено разницы или отрицательного, негативного влияния нашего лечения на здоровье женщины. Тут почему, опять же, вернемся, почему такой большой перечень обследования перед программой ЭКО? Мы должны, первое запивать врача, любого, в том числе, репродуктолога, не навреди. И мы должны исключить противопоказания у данной, в том числе, женщины. Если эти противопоказания нет, то количество попыток не ограничено. Если противопоказания есть, то нет, конечно. А у нас есть звонок. Замечательно. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Да. Скажите, пожалуйста, вот у меня у дочки нет полового партнера. Она очень хочет ребенка. Можно ли обратиться в центр, да? Да. Спасибо большое за вопрос. Он тоже актуален. Все как? Ответ будет следующий. Если говорить не об ЭКО, есть другие методы помощи репродуктолога людям. И если говорить не об ЭКО, то да, конечно. Независимо, если абсолютно здоровая женщина, но у нее нет полового партнера, мы также можем помочь, называя вещи своими именами. Прошу прощения, если вдруг сидят детки, то тогда, наверное, их может быть отвлечь чем-нибудь. Используется донорский материал при этом. Но если речь идет об ЭКО, об экстракорпоральном оплодотворении, так как это все-таки гормональное лечение, оно предусматривает наличие показаний. Если у женщины есть показания для ЭКО, то есть при наличии партнера она бы все равно не забеременела, то тогда мы можем провести ЭКО этой женщине при отсутствии партнера с донорским материалом. А вот если женщина молода, здорова, прекрасна, и у нее нет показаний какого, то это делать мы не будем. Это запрещено. А мы желаем этой женщине найти свою любовь и родить ребенка. Конечно, не одного. Не одного. А минимум двух. Хорошо. Каким банком данных располагает ваш центр? Потому что это ведь тоже, наверное, очень важный вопрос. Мы говорим о банке донорском? Да, конечно. О, да. Хорошим банком мы располагаем на самом деле. Мы практически с первого дня существования нашего отделения поставили себе задачу. Мы понимали прекрасно, что этот материал будет более и более востребован с каждым годом, потому что женщины, к сожалению, обращающиеся к нам, взрослеют. Чем взрослее женщина, тем чаще нужен банковский материал данный. И мы развиваем как банк донорских ацитов или яйцеклеток, так и донорского мужского материала. И банк донорских эмбрионов, который делается из донорского материала мужчины и женщины. То есть, по сути, у нас есть абсолютно все. И любая пара может подобрать себе по очень подробному описанию либо донорские яйцеклетки, либо донорские эмбрионы, либо донорскую эсперму по очень-очень подробному описанию. Сразу говорю, что никаких фотографий, паспортных данных, телефонов у нас нет. Мы, вернее, мы не предоставляем паре для выбора только подробнейшее описание. Просят? Конечно, конечно. Хотят посмотреть, да? Вопрос на состоянии. Но это все на нашей ответственности. И поверьте, мы доноров подбираем. Но настолько пристрастно к этому подходим, потому что понимаем, что за этим стоит. Потому что, конечно, в вашей работе мелочей точно нет. Абсолютно. Ирина Валерьевна, ну, очень подробный, конечно, рассказ. Спасибо большое. Удачи. Наше время уже истекло. Наше время уже истекло. Мы прощаемся со зрителями. Я благодарю вас. Мы увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Всего доброго. До новых встреч. Лучше с похвалой, что как здорово все получилось. И всем желаю не нашей беременности, а самостоятельной, спонтанной. Но если не получается, приходите. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова